Продолжение следует... Значит, что у нас было? Была у нас разборка про вот эту свечку, светильник, которым мы делаем просто из куска глины, делаем в ней дырочку. Ну, как бы такое углубление. Значит, говорится, что такую хрень делать в ем-то нельзя. Дальше. Гевара спрашивает. Ман тана да птихат кай, да пхитат нер манаху. Да, кто? Тот тана, который говорит, что вот это вот, ну, пхитат нер, ну, вот это углубление, изготовление углубления, это производит сосуд. Да? Когда керамический сосуд начинает быть сосудом, да, и, соответственно, принимает... Мы помним, да, что принятие нечистоты, это эквивалентно, собственно, тому, когда мы его называем, собственно, сосудом. Значит, не сосуды не принимают. Ну, в смысле, не утварь не принимает нечистоту по определению. Кусок глины не умеет принимать нечистоту. Значит, вот мы нарядим куском глины, как-то работаем. На круге там или что-то, там вот как-нибудь его сделаем. В какой момент он становится, мы можем назвать его полноценным сосудом, и, следовательно, считаю, что он будет принимать нечистоту. Например, нечистоту, оказавшись в комнате вместе с мертвым телом. Или, например, нечистоту, если у него свалится какой-нибудь дохлый еж, да. Ну, что-нибудь такое. Значит, с того момента. Рабмия говорит с того момента, как он оформился в качестве сосуда. Вот Нигмара, Малахтов, в смысле, что, все, этот гончар от него руки оторвал, сказал, вот. Вот таким будет эта ваза, стакан, или, в крайнем случае, светильник. Рабмия говорит, что это недостаточно, он должен его еще обжечь. Поэтому мы говорим, что тот, кто говорит, что, делая вот эту операцию, мы делаем сосуд, это Рабмия. Потому что, да, мы никаких других операций с ним не собираемся производить. Да, мы все сделали, что нужно. Это называется Нигмара, Малахтов, казалось бы. Рабмия требует, чтобы обжечь, значит, ну, значит, мы не по Рабмия. А может быть, до сих пор Рабмия там говорил только про сосуды, которые, с которыми могут что-нибудь вмещать. Это мне так и осталось непонятным, я пытался в этом разобраться, но мне это осталось совершенно непонятным. Ну, как мне, не до конца понятно. Ну, свечка тоже что-то вмещает, казалось бы. А вот это что-то, которые ничего не вращают. Вот, раньше, почему-то нам говорит так. Выкило хазы ли милты, лимай хазы. Он говорит, и если оно не годится для самого, ну, для того, что оно умеет делать, то для чего же оно еще годится? Я не до конца понял эту сложную идею. Почему она, а почему, а почему то, что она, для чего она предназначена, чем не годится? Почему то, что я наливаю туда 2 грамма масла, это не реки будет, это я не понимаю. Я так и не понимаю, что это в прошлый раз, я так и не понимаю, что это сейчас. Почему-то Раша говорит, что нужно бы его использовать еще каким-то образом. Но я не понимаю, почему. Вы что-то использовали еще каким-то образом для чего? Для того, чтобы считать его сосудом? Ну, вроде того, да. Совсем так. Вроде того. Почему-то он считает, что сосуд... Я тут тоже пока не понял. Может быть, это где-то говорится, но мне неизвестно где. Микроскопом, конечно, можно задавать двойки, но неужели это делать, чтобы считать его двойки? Хорошо. Что ты говоришь? Я говорю, микроскопом можно задавать двойки, но неужели это необходимо, чтобы считать его двойки? Да, вот я тоже думаю, странная телега. Ну, как бы, так или иначе, почему-то они считают, что это необходимо. А в ляхахали мае хазы, он говорит, ну здесь зачем он нужен? Ну, что, что, к чему он годен в этом смысле? Ответ. Лекебули бы пшитый. Можно туда бросать мелкие монетки. И там вот внизу Штанзальдс от имени Меири разъясняет, что лавдавкам отбилот, что ему в цебе Йомтову. Элы дворим-то ктаним явышим, кигоминей тавлим, тавлим, в кюеце бает. А, можно немножко перца, например, насыпать, да? За что необязательно монетки, которые у Йомтов все равно нельзя трогать. Вот. Ихо де Амре, вот мы до суда дошли, если я правильно помню, да? Да, мы второй случай уже не стали разбирать. А Ихо де Амре, а некоторые говорят, что так, что Равьосев, Ама Равьосев, Рабелезар Бараби Цадухи, что Равьосев сказал, что это, наоборот, Мишна принадлежит Рабелезар Бараби Цадуху. Детнан, потому что учили в неком Мишне идуйот. А там учили в каком месте? Там мне неизвестно в каком месте учили. Вот Детнан, Мишне идуйот. Альфасин храньот тегурот, Бео элемент утмеот бемаса Газав. Рабелезар Бараби Цадуху мер, а в тегурот бемаса Газав. Лифишело нигмера Малахтан. Окей. Значит, давайте посмотрим, что, собственно, здесь имеется в виду. Он говорит, альфасин храньот, вот слева нарисована Штензальца, если кому это сам там так, это такая кастрюля, да. Керамическая кастрюля с керамической же крышкой. Значит, судя по всему, там Штензальц объясняет, судя по всему, имеется в виду так. Гончар ее делает целиком, с прилепленной на него крышкой. Затем они вместе, чтобы крышка соответствовала, точно соответствовала сосуду, они вместе обжигаются в печке. Крышка остается прилепленной, как бы небольшим, тоненькой, тоненькой слоем глины, остается прилепленной к этой кастрюле. Дальше ее в таком же виде и продают. Вот альфас храньи, это вот этот вот набор, да, как бы кастрюля с крышкой. Дальше покупатель легким движением, как бы отделяет крышку от кастрюли. Выигрываем мы то, что крышка очень-очень точно подходит к сосуду. Это типа скороварка так. Вот, древняя. Ну, какая-то такая, да, я же не знаю, плово они там делали или что-то. Вот. Теперь, речь идет о ситуации, когда крышка осталась еще прилепленной к кастрюле, да? Теперь что получается? Получается, что у него, с одной стороны, вроде бы есть некоторый внутрь. С другой стороны, положить туда ничего нельзя. Это же крышка же. Вот. Получается, значит, что? Значит, Танакама говорит следующее, что этот вот альфаз храни, он остается чистым даже в помещении динжерметной, бывает, да, мэри. Потому что он закрытый. Потому что он закрытый. Но оскверняется как бы снаружи, я так понимаю, в его внешняя поверхность. Бемасазов. Я сейчас объясню. Зав — это человек, это, насколько я понимаю, человек больной некой венерической болезнью. У него из... Это мужчина. У него из причинного места течет такая слизь. Он считается нечистым определенным образом. Это автуман, да, один из базовых проявлений нечистоты. В частности, осквернение происходит... У Зава происходит несколько видов осквернений. При прямом контакте, при контакте с жидкостями, исходящими из его тела, при... Когда он сидит на чем-нибудь, это что-нибудь оскверняется, под стилкой, на которой он сидит. И штука, которую он несет на себе, в руках или на себе, тоже оскверняется. В большинстве других этих самых осквернений так не происходит. Это некоторое специфическое, завное как бы осквернение. И вот. Значит, он говорит, что с точки зрения с точки зрения тумата мед, он не сосуд, потому что у него нету вот этого вот, да, а с точки зрения вот Зава, который его несет, он да сосуд, он утварь. Поэтому принимает нечистоту. Там говорит Танакаму. в этом вещи. Сейчас, вот он вот таким, он не принимает нестатурь, да, нестатурь, именно потому, что у него не может нечистоть, или потому, что он не закончил. Вот это вот нет, потому что, ну, давайте смотреть. Вот Раши, что говорит. Нам нужно, потому что в Туэст прямо сказано, что каждый открытый сосуд. В частности, довольно часто используется в гемаре конструкция, которая называется саммитптили. Это нечто вроде консервы. Это керамический сосуд с плотно притертой и замазанной крышкой. Вот он, вот его внутренность не скверняется при контакте с мертвым. И та же самая фигня с этим альфасом, да. он, как бы, он не может считаться клепотуах, да, потому что он не может считаться открытым, потому что у него нету вот этого входа. Какая-нибудь кочерга в каком-то отношении поднимает. Но, понимаешь, с кочергой у нас несколько меньше проблем. Почему? Потому что из всех видов утвари только керамическую нельзя очистить. Она не подлежит очищению. Поэтому с металлической всякой там прочей-прочей дранью проще. Да, потому что мы ее в миг снесем, и все будет хорошо. А горшок разбивать придется. Поэтому мы кочерга умеем принимать, да. Это вопрос. Это в каком-то смысле любая, а в каком-то смысле только сосуд. Потому что вот здесь прямо сказано, коль клип поток, я не до конца серьезно изучал эту тему нечистоты. Это длинная тема, для нее нет отдельной гемори, я уже говорил, она разброшена по-разному массов, то, то, что ловлю, то я знаю. А что-то мне не доходит, то я не знаю. Я знаю, что мадрецы в основном занимаются именно керамическими сосудами. И это объяснение простое, да, их нельзя очистить. Все остальное как бы их занимает несколько меньше. Ну, это некоторая базовая категория, это некоторая базовая штука, погугляться такие-то вот. Для этого не надо быть великим полмолистом, это как бы некоторая очень базовая вещь. Вот. где-то, 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 где-то. Вот. ВОТ МАОТ БАМАСА ЗАВ, ШЕХАЗАВ МЕТАМЕ КЛИ ХЕРЭС БА-ХЕСИТ. ВОТ ХАЙДА ОН МОЙСОВ. ДЕНАФ КАЛАНДО ТАРАТ КУАНИМ МИ КУЛ КЛИ ХЕРЭС АШЕР ЙГАБУ АЗАВ, КУЛ КРИ ХЕРЭС. ВОТ ХЕРЭС ВЕ ДАРШИНЕВ ЗАЙСЕД ВИКИНАМ ШЕ ЭБМИТАМЕЛЕ ГЕСЕД МИ АБРАЙ ЛОБАЙ ТОХ. А, ну да. ПОКАЗАВТА НАКАМА КЛИНИНГУ, КУАЙЛУ МИШТАМШИН БАЭН КМОТШЕГЕН. ИЛКАХ МЕКАБЛИМ КТУНАДУ, АРОЙЛУ ТАМАН. ОКЕЙ, ЗНАЧТ, ТАМ ТАКАЯ, ТАМ ТАКАЯ ЦЕЛЕГА. Когда мы говорим про ТУМАТО ЗАВ, про нечистоту вот этого вот ЗАВА, когда он его носит, там сказано КОЛЬТЛИ ХЕРЭС. Всякий, всякая утварь керамическая. И получается, что если эту хрень вообще можно считать утварью, вот этот ИЛСАС, то он будет, по крайней мере, внешняя его сторона будет принимать нечистоту от ЗАВА. Вот так вот. Теперь. Тут вот Даша дает некоторый намек, что почему мы его... в смысле, в какой ситуации мы можем считать его утварью? Когда мы можем его использовать к МОЧЕГИ, к МОЧЕГИ, да, в том виде, в котором он сейчас есть, с еще прилепленной крышкой. Ну, не знаю, там, я не знаю, ставить на что-нибудь, на капусту, чтобы класть. Ну, я не знаю, каким... Да, я не знаю, пока... Вот сейчас они тоже попытаются сейчас что-нибудь с этим сделать. Рабеля ЗАВА РАБЕЦАДОКУМЕР, АВТЕОРОД БУМАСАЗАВЛИ, ФИЧЕРОНИК МЕРАМАЛАФТАН. Рабеля ЗАРБА РАБЕЦАДОКУМЕР, говорит, что... что они даже и ЗАВУ не подвержены, потому что... Не доделаны. Совершенно верно. Чтобы их доделать, нужно отделить крышку от кастрюлю. Вот. И РАВЬЁСЕФ считает, что именно это, это мнение, это мнение нашей Мишни, да? Что... что именно ГМАРМАЛАХТО является изготовлением сосуда. Как бы в обратную сторону. В некотором смысле АФУХАЛЯФУК у него получается, да? В смысле, что... Раз этот Ильфас можно считать недоделанным, значит, вот эту дырку в глине можно тогда считать доделанным. В этом смысле, да? В смысле, что я больше ничего не собираюсь делать. С этим Ильфасом я, да, собираюсь. Я должен отделить крышку, чтобы его нормально использовать. А с этой дыркой в глине я ничего больше делать не буду, потому что она мне нужна вот ровно в таком виде. Вот. Поэтому он говорит, что это и есть оно самое мнение этого. Логично. Ну, какая-то логика, скажем так, здесь есть. МАРЛЯПНОТО. Слово логично применительно к рассуждению наших мудрецов мне всегда очень трудно как-то... Трудно адекватно как бы оценить. Да, какая-то логика здесь определённая есть. Она... Своёобразная. Вот. И то же самое. АМАРЛЯБАГИ. ДИЛЬМА АТКАН ЛОКАМАР АБЕЛЯЗАР БАРАБИЦАДОК АТАМ. ЭЛАДЕХАЗЕЛИ КАБУЛИ БАМИДЕЙ. Да? АВЛЯХАЛЫМАЙХАЗЕЙ. И то же самое, то же самое возражение выдвигает ему АБАГИ. А может там, вот в этом случае с Эльфасом, Рабелязар Бараби Цадок говорит только то, что... Говорит про Агмар Малахко. Потому что после того, как мы отрежем крышку, да, то в неё можно будет что-нибудь положительно налить. А сюда что? Он говорит, то же самое, то же самое отмазка. ЛИКИБУЛИ БЭПШИТЫЙ. Да, и можно туда денежек бросить. Да, я ничего не пропустил. Да, вроде ничего. Ну да. Ну да. Танур Раббанан. Теперь ещё одна Брайта. Эйн Пухатина Танер. Вэйну Син альфасим храньёт б ёмту. Раббан Шимон Бангаблея матир б альфасим храньёт. Ха-ха-ха. Значит, Брайта такая. Вот эту дырку в... Это уж точно по мнению, по мнению Раббел Азарба, Раббет Садыка, да? Ну, второе мнение, естественно. Потому что он говорит, что нельзя проделать дырку в глине, да? Чтобы сделать светильник. И нельзя делать вот этот альфас храней в ёмтах. Как-то не важно. Как-то не важно. Это-то и важно. Мять глину в руках никто тебе не запретит ни в какой день. Я, например, даже не могу себе представить, по каким соображениям ты можешь сделать. Что лепить нельзя? Нельзя вылепливать ничего. А лепить просто так можно. А что, почему нет? Из каких соображений? Где? Где этот закон? Откуда он? Вроде нет. Мне он неизвестен. Я не понимаю, как можно свести это к одному из 39 работ. Если бы я себе представил, наверное, я бы сказал, может быть, это не она, но я бы запретил и за это. Но я не понимаю, как это вообще сводится. Это сводится только тогда, когда из этого получаются законченные изделия. Понимаешь? Законченные изделия – это то, что называется маккебе патич, да? Последний удар молотка. Вот когда у него будет улитка, тогда я начну говорить всякие нехорошие слова. А пока у него нет никакой улиты. Это, кстати, интересный вопрос. Это интересный вопрос. Куличик? Куличик – не знаю. Куличик – не знаю. Там уже другие вещи начнут. А ну как же? Потому что там же форма. А это уже начнется близко к строительству. А, ну просто комок из пластилина? Я не вижу, как я мог бы это запретить. Я не вижу, как я мог бы это запретить. Давай спросим кого-нибудь более религиозного, чем я, как бы, какая практика сегодня. Но, по крайней мере, здесь они говорят нам однозначно, просто вообще однозначно. Ты не то, что можешь, не то, что можешь лепить всякую фигню из глины. Тебе нужно специальное ограничение, чтобы не вылепить целую вот эту вот конструкцию, которую у тебя на взгимании нарисованы. И более того, некоторые модельцы и разрешают вылепливать эту конструкцию. Может быть, есть крышку? Нет, крышку? Нет. И понятно, что крышку отрывать нельзя. В том-то и дело. Вопрос, можно ли сделать всю эту конструкцию без отрывания крышки? Будет ли это законченным изделием? И Танакама здесь говорит, что да, будет. А Рабан Шимон Бенгемлеев, что тоже человек, в общем, не последний среди наших мудрецов, разрешает вылепливать вот эту вот хрень, но не отделять крышку. Это понятно, что нельзя отделять крышку. Это как раз ясно. Но можно всю вот эту вот фигню сделать вот. Понимаешь? А ты вершу литву. Вон какая вещь. Просто вот буквально через пять минут после выхода праздника ты просто отрежешь крышку, сделаешь ее целой кастрюлей. Да, ровно одним движением руки. То есть заканчивать изготовление чего-нибудь нельзя. Такое ощущение, что можно вылепить просто на гончарном круге целый кувшин, а потом приделать к нему ручку, например. И это будет кошерно. Ну, по крайней мере, я не знаю, но у меня начинает быть такое ощущение. Это вопрос. Это вопрос. Я начинаю. Да, это вопрос. Но, по крайней мере, мы видим, насколько широко, насколько, на самом деле, дозволение, насколько широко простирается. А ты говоришь лепить. Так, тут у тебя что-то попискивает. Или у кого попискивает. Май храньет. Май храньет. Что за слово такое араньет? И что это значит, да? Что такое храньет? Май храньет. Амара вьюда. Ираньет. Городские, так сказать. Городские. Погнали наши городские. Что? Погнали наши городские. Ну, вроде того, да. Значит, такой городской этот царь. Ну, действительно, наверное, вся эта фигня, когда ты обжигаешь ее вместе с крышкой, это, наверное, не в каждой деревне делается. Мне неизвестно. И что называется, насколько я понимаю, тоже не понимаю, откуда это берется. Сам слово альфасим, он берется из греческого слова лопас. Да? А откуда берется слово храньет? Никто, по-моему, никто толку не понимает. Вот там внизу есть еще и юн, там тоже, тоже. Там еще тосу как по-другому все это дело понимают. Ну, так или иначе. Окей. Амарабае цаиха клаята. А он, наоборот, деревенская. Ну, какие-то миски, миски, пложки, что-то вроде там. Деревенские пложки. Что он говорит, что в транзакции объясняет, что имеется в виду, что они не обожженные. Не обязательно обожженные. А в древнях, в том числе, используются необожженные. Я думаю, готовить можно. А еще чего-то знаю. Не знаю, вообще нельзя есть. Проживи, как он будет выживать. Он высохший. Деракота. Почему нельзя? Ну, не жидкий. Жидкий, наверное, не очень хорошо, а хранить какое-нибудь зерно почему-либо. Еще раз. Оно высохло, естественно. Ну, по крайней мере, так обои считают. Так. Теперь, значит, мы вроде бы отработали, им кажется, что они отработали идею о том, что вот этот вот Пухатына-Танер, а дальше они приходят к следующей, к следующей позиции Мешны. Вей носим пахамим бьем то, да, не прожигают угли, чтобы для последующего как бы использования. Вей носим пахамим пшита лимай хазы. Он говорит, ну, понятно же, что так делать нельзя. Зачем бы они были нужны в сам йом? Потому что, казалось бы, либо ты используешь только огонь, который как бы, ну, понятно, да? Но изготовить эти угли, чтобы потом что? 怎麼 смогли сделать? Ну, понятно. Я знал, что так сейчас было. Уйда. Уу. Уу. Ух. 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 Продолжение следует...